итак добрый день дорогие мои друзья мы продолжаем наше увлекательное занятие учимся строить хорошие точные правильные выкройки последние наши уроки были посвящены фигурки с выступом живота и мы разобрали как лучше построить нашу выкройку какие изменения нужно добавить туда для того чтобы плечевое изделие у нас не вздергивалась на животике и сидела хорошо а сейчас я хочу рассказать вам про брючки посмотрите развечиваем определенные мифы здесь я попыталась изобразить фигурку которая реально есть выступ живота обратите внимание он есть тогда когда у нас грудь не закрывает вот этот самый животик это было для плечевого изделия сейчас мы разговариваем о брючках о поясном так сказать изделии то есть верхняя часть нас уже не интересует и грудь соответственно тоже мы будем сравнивать с вами выступ живота и выступ ягодиц так вот если у вас у фигурки есть выступ живота но при этом к этому животику прилагаются еще более выступающие скажем вот такие ягодицы и брючки будут выглядеть у нас вот так тогда мы будем считать что выступа живота у фигурки нет а вот когда у нас ягодички обыкновенные полненькие но достаточно скажем обыкновенные да а выступ живота больше чем выступ ягодиц явно визуально он выступает значительно значительно выступает в сравнении с ягодичками вот тогда мы будем вносить те изменения о которых я сейчас вам расскажу базовую конструкцию и так мы строим базовую конструкцию брюк самым обычным образом если сюда добавить нам вот эта полочка я схематично изображу если сюда добавить нам заднюю половинку брюк то она будет выглядеть примерно как-то вот так вот так там она будет повыше и будет уходить вот туда вот это будет задняя половинка брюк выкройки нашей выкройки это коленочки это низ у нас так вот посмотрите что я хочу вам сказать я хочу вам сказать что обязательно нужно изменить базовую конструкцию которую вы построите на фигурку по ее мерочкам в том случае если у нее есть выступ живота что нужно сделать посмотрите сюда если мы продлим вот эту линию наверх то расстояние от шва сидения передней половинки до этой линии будет называться шириной шага передней половинки если мы обратим с вами внимание обращаю ваше внимание на то что ширина шага а вот эта ширина шага задней половинки так как есть выступ ягодиц сзади у обычной фигурки то ширина шага задней половинки всегда больше чем ширина шага передней половинки но так как у нас есть выступ ягодиц вернее выступ живота у передней половинки то соответственно посмотрите, если вот здесь посмотреть на эту величину, это ширина шага задней половинки, это ширина шага передней половинки то ширина шага передней половинки многократно возрастает то есть она должна быть увеличена для того, чтобы туда аккуратненько поместился наш животик то есть вот эту линию шов сидения передней половинки я должна отодвинуть вот сюда в бок Вот так. Но чтобы ничего не изменилось, я добавляю эту историю вот сюда. И таким образом моя выкройка вот так корректируется. Покажу, что нужно сделать. Итак, вот так изменяется. Соответственно, на такое же расстояние увеличивается вот эта вот история. И, соответственно, талия переоформляется вот так, потому что так как животик у нас поднимает, увеличивает длину вот этой величины, увеличивается вот это расстояние. И мы должны, соответственно, вот эту точку тоже немножечко приподнять. Приподнять для того, чтобы нам было комфортно, чтобы вот эта линия была параллельно полу, а не как-то так. Хотя у многих она просится вот так вот сместить. Немножко буквально истории. Как вы знаете, я очень часто, меня вот всем моим вот этим особенностям мучит жизнь. Как я догадалась, что нужно изменить базовую конструкцию именно таким образом, а не вот так, мои хорошие, как вы можете встретить иногда в каких-то вот на просторах интернета или даже в стареньких журналах. Когда вот эту линию отводят зачем-то сюда, для того, чтобы увеличить, тогда она у вас, извините, будет антропометрически вгрызаться в кишочки. Ваш животик ее обязательно вытолкнет вот в эту сторону, и вот на этом месте появятся ненужные заломы, и ходить в этом будет неудобно. Так вот, история из жизни. Где-то в годах, наверное, в начале 90-х, самых наших трудных годах, когда мы все становились вегетарианцами по неволе, а не потому, что не по убеждению по какому-то, ко мне пришла женщина, в кавычках, вредная профессия. Она работала поваром в столовой нашей заводской. Так вот, когда я измерила ее талию, мне сантиметровой ленточки не хватило и бедра. То есть у нее настолько большой был вот этот вот животик, что в 150 сантиметров она не помещалась. То есть полуобхват бедер у нее был больше, чем 75 сантиметров. Сейчас уж не помню какой. Я построила ей вот эту выкройку, а потом подумала, что же мне нужно с ней сделать для того, чтобы вот эта особенность, она говорит, Галя, я не могу ходить, я не могу поднимать ногу, потому что вот те брюки, которые она покупает, они как бы зажевываются вот сюда, вот между ног, да, коленочка не поднимается у нее. И вот здесь вот получается очень-очень много заломов, вот в этом месте. Это характерная особенность всех, у кого есть большой живот, большой выступ живота. И вот, я построила вот такую выкройку черненьким цветом и представила эту фигурку в разрезе, так сказать, мысленно разделая ее, думаю, что же надо с ней сделать. И поняла, что ей нужно освободить место вот для этого животика. То есть вот эту линию надо отодвинуть. И я сделала то, что нарисовала красным цветом сейчас. Отодвинула я всего лишь на 4 сантиметра. Чтобы компенсировать потерю, я добавила 4 сантиметра вот здесь. И получились замечательные брючки. Но дальше передо мной встал вопрос. Хорошо. Это все сработало замечательно, потому что цвет ткани был черный, потому что никаких полосочек не было. Что происходит, когда мы вот это делаем? Если в базовой конструкции у нас, допустим, где-то здесь есть стрелочка базовой конструкции брюк, то вы знаете, что работая с тканями в полоску, а в то время очень много шло вот таких вот полосатых тканей, в тоненькую полосочку мы шили костюмы, пиджаки, юбки, брюки из таких тканей, то в нашем случае, когда мы отводим вот эти 4 сантиметра, стрелочка тоже будет наклоняться. И полоска изломается. А это очень плохо. Потому что полосочка ломаться не должна. И стрелочка должна проходить строго по полоске. И поэтому я поняла, что нужно принимать какое-то решение. И этот вариант не всегда подходит. То есть для тканей в полоску этот вариант работать не будет. И посмотрите, какое второе решение. Вот это у нас, возможно, первое решение. И вы можете спокойно им пользоваться. А сейчас другим цветом я покажу вам второе решение, каким вы можете пользоваться. Чтобы не менять вот эту базовую конструкцию и сохранить таким образом вот эту полоску. Посмотрите, базовая конструкция не меняется. Всё остаётся на своих местах. Стрелочка остаётся на своих местах. И полосочка при этом не нарушается. Но у фигурки есть животик. И мне нужно всего лишь навсего увеличить ширину шага передней половинки. Она была вот такая. Здесь я увеличила её на 4 сантиметра. Я сделаю то же самое, только сделаю внизу. Посмотрите, если вот сюда сейчас добавить какое-то расстояние, а потом свести его, конечно же, к коленочке, да, вот и получится, что ширина шага передней половинки станет больше. Но за счёт уже другого вот такого средства. В том случае, который я описывала вам с гипертрофированной вот такой вот большой фигуркой очень, да, я добавляла сюда 4 сантиметра. Могла добавить, да. В нашем случае, мои хорошие, мы, я предлагаю вам, когда нет такого гипертрофированного выступа животика, я предлагаю вам добавить сюда вот этот вот треугольничек, а вот это расстояние, вот это отведение, сделать не более 2 сантиметров, я думаю, что этого будет вполне, вполне достаточно. И тогда ваша история будет спасена. И тогда заломчиков вот здесь не будет. И тогда будет выполнено отведение вот этого нашего правильного, соответствующего контурам женского тела. Вот это отведение будет увеличена ширина шага передней половинки. Это будет говорить о том, что вот эта брючинка пойдет гладко, а не будет вот так вот здесь зажевываться вот такими некрасивыми заломчиками. А на вот эти заломчики будут появляться только тогда, когда ширина шага передней половинки не увеличена, не добавлена. А мы с вами это сделаем. Поэтому вот вам второй способ, как решить эту задачку. Как решить эту задачку и как сделать удобным вот это вот решение вот этой вот задачи. То есть зеленый цвет это не оставляем, мы оставляем без изменения базовую конструкцию и добавляем сюда. И, наконец, еще более спокойное такое решение, которое я чаще всего использую в жизни, третий вариант, предлагаю я вам, третий вариант решения этой проблемы. Посмотрите, вы построили опять базовую конструкцию, такую, какая показана зеленым цветом. Пожалуйста, полтора сантиметра оформите вот здесь. Смотрите, вот эта величина полтора сантиметра. Полтора сантиметра, да? И вот в этой точке добавьте не два, а сантиметрик или полтора. И вот это расстояние сделайте один или полтора сантиметра. Что получится в результате? В результате ширина шага увеличится на один плюс полтора два с половиной или полтора плюс вот эти полтора на три сантиметра. И этого будет зачастую достаточно для того, чтобы расширить, для того, чтобы обеспечить гладкость вот этой линии. Понимаете? Чтобы не было вот этого зажевывания впереди. То есть и этот вариант, вот этот вариант работы будет у нас третий. Третий вариант черным цветом он более спокойный, он содержит в себя и первый, и второй. И это та самая золотая середина, которую я предлагаю вам использовать всегда и во всем. Ну вот, мои хорошие, на этом разрешите сегодняшнюю нашу встречу закончить. Я думаю, что она вам была нужной и полезной. И продолжение следует. Всего хорошего. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. с любовью, благодарностью, с поздравлениями, с Новым Годом, с хорошим настроением, с вашими надеждами. Всегда ваша Галина Коломейка. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,